Дети оказались в плену, в плену дыма. Сегодня в одном из домов поселка ГЭС около двух часов дня из окон квартиры на втором этаже повалил дым. Во время возгорания в квартире находились двое несовершеннолетних жильцов. На место чрезвычайного происшествия выехала наша съемочная группа. Как рассказали жители второго комплекса, в охваченной огнем квартире взрослых не было. Лишь дети 6 и 17 лет. Бдительные соседи вызвали пожарных. По запаху почувствовали. Мы живем над ними. Переоткрыла окно, смотрю, валит дым. Все, как начал валить, я сразу вызвала пожарных. Ребятишки стали выпрыгивать с окна. Как выяснилось, серьезных травм непосредственно на пожаре братья не получили. А вот падение со второго этажа бесследно не прошло. У ребенка травма головы, сотрясение пропоставим. Маленький ребенок 6 лет его брат выкинул в окно, когда пожар начался. А сам он надышался угарным газом. Ему 17 лет брат. По словам сотрудников скорой помощи, пострадавших отвезут в больницу на консультацию и осмотр. Объяснить, как у них дома произошел пожар, дети не смогли. Ситуацию прокомментировали сотрудники МЧС. Сегодня в 14.00 поступило сообщение о пожаре в поселке ГЭС, дом 2, дробь 4. В двухкомнатной квартире произошел пожар. Горели вещи в квартире и на балконе. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет. И хотя, по словам пожарных, пострадавших нет, новые проблемы у жителей подъезда появились точно. Мы живем там внизу. Вот вся вода сейчас у нас в квартире. Мы живем под ними. Вот балкончик вон желтенький. А вот затопило что ли? Полностью затопило. Все кругом. Вода же через перекрытие, через полито, она же в любое место попадает. И все. Соседи рассказали, что загоревшаяся квартира съемная. Жильцы меняются часто, а в последнее время там живет большая семья. Так что вопросы с решением последствий пожара остаются открытыми. Ольга Шапкина, Ленар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.